Вслед за бывшим начальником исправительной трудовой колонии номер 3 в Ходжанди задержаны еще семеро сотрудников. Сотрудники колонии после подавления бунта проходили лечение в областной больнице и сразу после выписки были задержаны и под конвоем сопровождены в ОМВД. Они подозреваются в несообщении о готовящемся бунте и халатности, приведшей к тяжелым последствиям. Бывшему начальнику Фейзулла Джану Сафарову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и халатности. Напомним, вечером 7 ноября в ИТК-3 произошел бунт, при подавлении которого было убито по различным неофициальным данным от 40 до 60 заключенных и более 100 были ранены. По сообщениям СМИ, причиной недовольства заключенных послужило жестокое обращение одного из сотрудников по отношению к заключенному. Отметим, что все выданные тела убитых заключенных захоронены под строгим контролем правоохранительных органов, родственникам не позволили даже взглянуть в последний раз на своих родных. Между тем официальные власти никак не прокомментировали произошедшее. Также некоторые СМИ начали муссировать тему связи произошедшего с ИГИЛ. Стоит напомнить, что жестокое обращение с заключенными в учреждениях пенитенциарной системы Таджикистана не является ни для кого секретом, и за последнее время было несколько случаев превышения сотрудниками колонии своих полномочий, закончившихся летальным исходом. Примечательно, что в основном преступники в погонах отделываются незначительным наказанием, а то и просто увольнением.